реалистичный пейзаж акрил на холсте 40 на 50 я создал предварительно карандашный набросок который усилил линии акриловой краски дальше нанес первый цветовой слой и начал разбивку сюжета уже по плоскостям создавая пространство в картине в море участвует краска церулиум такая с оттенком небольшим зеленью небо мы писали синий фц и ультрамарина под каменную гряду я делаю такую подложку больше нейтрально серо теплым цветом и начинаю выкладывать освещение работа это неторопливо в общей сложности на создание картины у меня ушло ушло более шести часов вы смотрите видео ускоренном режиме но я думаю все действия в этом в этой работе понятны главное не торопиться и если вы действительно хотите создать реалистичное полотно нам нужно каждому элементу уделять достаточное количество внимания при этом мы используем и референсные фото не обязательно сюжет фотографии должен передавать именно это освещение и состояние природы но например как пишется камень вы должны где-то подсматривать поэтому беспрепятственно используйте различные фотографии и при создании одной работы вы можете использовать до шести и более разных справочных материалов обратите внимание что контраст теней уменьшается в перспективе нашей работы ну вот закончив с каменной грядой я приступаю к наполнению объектов и других предварительно вот такая теплая составляющая света наносится на полотно чтобы слегка перебить тот холодный цвет который мы уже нанесли вот тень можно показать чуть более плотнее и не забыть обязательно в теневую часть добавить теплые оттенки как рефлекс потом посмотрите как у меня получилось вот эта стена дома находящегося справа она будет довольно таки наполнена рефлексами как вы уже заметили сначала в каждом объекте я прокладываю его основной цвет а потом начинаю какую-то деталировку уже прорабатываю каждый элемент то есть у нас получается сначала теневая часть объекта на которую мы накладываем другие оттенки цвета ну и где нужно там оставляем не закрашенные самые темные участки в картине за счет этого получаем контрасты и как раз эти контрасты мы наилучшим образом показываем в зелени в плотные зелени растений которые есть в этой картине я смешал черный синюю фц для того чтобы положить теневую часть наших растений дальше прокладываю средний тон на верхнем хвойном дереве он более теплый а на нижних более холодный вот освещение такое желто-зеленое довольно таки ярко шапкой повисает над этой теневой частью немало времени мы посвящаем и тому чтобы отработать детали картины и даже ствол дерева мелкие ветки создают ажурность и насыщают деталями это изображение друзья напишите в своих комментариев нравится ли вам такой стиль изображения и будет ли интересно увидеть в будущем уроки которые в какой-то степени более менее реалистично передают натуру ну вот задаем цветение сюжет этот чисто фантазийный но все-таки как я уже сказал пользуюсь справочным материалом виде фотографий чтобы создать тот или иной объект но конечно живописные примеры это вот стена дома справа стала очень теплый мы помним и знаем и применяем в нашей картине и конечно самые мелкие даже детали очень важны в такого рода изображение и живость этой работе придает наличие парусников которые бороздят эту бухту и дают ощущение и присутствие жизни и делают более таким романтичным данная данную работу призываю вас подписываться на мой канал и оставлять свои комментарии под этим видео спасибо вам за внимание до свидания